Увидев этих в форуме и вооруженных людей в лесу, можно подумать, что на полигоне Заречный проводятся военные учения. Более 40 человек в полной армейской экипировке. Автоматы, пистолеты, гранаты, снайперские винтовки. Как говорится, есть все, но любой вкус и калибр. Все оружие является аналогом настоящего. Не только по внешнему виду, но и по техническим характеристикам. Только стреляет пластиковыми пульками и работает от аккумуляторов. Еще пять лет назад в лоботангах любители такого экстремального вида спорта можно было пересчитать по пальцам одной руки. А сейчас их более 60 человек. Потихоньку, помаленьку. Но сейчас больше, если будем делать дальше с администрацией, если такие хорошие игры, то больше народ потянется. Насколько это необходимо для молодежи? А здоровый образ жизни всегда необходим. Особенно молодому поколению, когда учатся пользусь оружием, учатся картам, радиосвязи, всему. Среди игроков можно было увидеть представительниц прекрасной, но не слабой половины человечества. Марина Василькова уже год как увлекается страйкболом. В этом деле ей помогает супруг, который однажды предложил ей сыграть вместе с ним. Теперь она это делает регулярно, вполне профессионально. Но самые яркие воспоминания сохранились от первого выстрела. Год назад в ПНД играли в здании. Никак это не победа была, это было просто попадание первого человека. Но она запомнился. Конечно, конечно. После этого заразилась? Да, так, муж подсадил. Каждый игрок рассказывает о страйкболе как о каком-то наркотике, который, если один раз попробовать, то будет хотеться все больше и больше. Андрей Ревякин уверен, что подобные игры – это хорошее занятие для подрастающего поколения, как будущих защитников Отечества. Ведь здесь необходима хорошая физическая подготовка, смекалка и даже элементарное умение ориентироваться на местности. Во-первых, получается, что некоторые, ну для ребят, они меньше будут пить, курить, колоться, больше будут как-то увлекаться. Затягивает вообще абсолютно. Забываешь про все свои проблемы, отдыхаешь. Насколько необходимо развивать такой вид спорта? Согласен, очень сильно надо развивать этот вид спорта. Очень-очень сильно. И даже стараться клубы создавать. Даже в Воркуте есть два клуба. Надо еще больше создавать, чтобы было хорошо и прекрасно. Все участники были разделены на две команды. Одних задача завоевать, а вторых спрятаться и обороняться. Вся игра продлится 14 часов. В конце – захват знамени. Разбив лагерь, команды обсуждают планы обороны и наступления. Все происходит, как при настоящих боевых действиях. Гасите ее. Имейте, что вы достались живыми. Наша задача – пойти или проследить за ними хитро. Видите, что духи идут. За ними аккуратно попадите, найдите у них сбор, где они найдут сбор. Или возьмите пленов, кто может, если получается. Сейчас задача наша – здесь поработать, здесь, здесь поработать. Главное, чтобы с живыми все оставались. Захватить вражескую базу, ликвидировать часовых и выявить диверсантов – это лишь малая часть того, что предстоит выполнить двум командам. Вся игра основана на доверии. Ведь в случае поражения игрока он сигнализирует об этом остальным участникам, красным цветом, и отправляется в специально отведенную зону, где отбывает 20 штрафных минут. Игра длилась более 10 часов. Не обошлось без синяков и царапин. Невзирая на это, все остались довольны собой и игрой. Уже в ближайшее время договорились собраться вновь, чтобы встретиться на поле боя и доказать, кто из них сильнее. Субтитры создавал DimaTorzok